Подготовка к ЕГЭ – это стресс не только для самих выпускников, но и их родителей. Чтобы подбодрить свое чадо, мамы и папы решили сесть за парты и на собственном опыте проверить, что же такое ЕГЭ. Сегодня сдают русский язык. Единый госэкзамен для родителей проводят по всей стране. Организаторы постарались воссоздать максимально реалистичные условия, похожие на те, в которых сдают настоящий ЕГЭ. На входе в пункт проведения экзамена – рамка металлоискателя. Перед началом дежурные просят сдать смартфоны и прочие гаджеты. Отвечать на тестовые вопросы нужно без подсказок и шпаргалок. Вообще экзамены в форме ЕГЭ – это вещь сложная. И сказать о том, что это тестовые части у ГАДЭК в современных условиях, естественно, нельзя. Для того, чтобы хорошо сдать экзамен по любому предмету, в том числе по русскому языку, нужна системная подготовка, очень серьезная. И не в последнюю неделю, не в последний месяц, а на протяжении достаточно долгого времени, как минимум на протяжении всего 10-11 класса. Единственное послабление для родителей – сокращенная версия заданий. На экзамене по русскому языку всего 7 тестовых вопросов и мини-сочинения на 150 слов. Время также ограничено на все про все 30 минут. Бланки и тексты заданий распечатывают прямо в аудитории. На столе у экзаменуемых только паспорт и черная гелиевая ручка. Прочих вещей быть не должно. Мне просто само интересно, насколько это нервная обстановка, как это все происходит. Ну, может быть, в каком-то мере попробовать свои силы. Хотя, конечно, я бы лучше попробовала математику, нежели русский. Ну что ж, проводят русский. Попробуем русский. Перед началом экзамена родителям подробно рассказывают об особенностях заданий, правилах заполнения бланков. Выходить из аудитории можно только в сопровождении. После обязательного инструктажа на доске записывают время начала экзамена. Через полчаса бланки ответов соберут и отдадут на проверку. Я хотела посмотреть и испытать на себе, как моя дочь будет сдавать экзамены в 11 классе. Но очень сложно вспомнить все правила. Оказывается, я уже очень многое забыла. Пожалуй, единственное, чего не получилось смоделировать – напряженной атмосферы и волнения, присущего практически всем выпускникам. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново. Спасибо. Спасибо.